Привет! В этом видео мы поговорим о дебетовой карте Ренессанс Кредит Банка под названием Главное. И мы разберем тарифы по карте, условия пользования, кэшбэк, затронем накопительный счет и копилка, ну и естественно разберем плюсы и минусы данной карточки. А еще вы узнаете, чем данная карта может быть для вас выгодна, если использовать ее как дополнительную. И перед тем, как начнем, в описании к этому видео я оставил ссылку на сайт, на котором собраны популярные банковские карты, а дебетовых и кредитных карт до карт рассрочки, где можно ознакомиться и оформить понравившуюся карточку онлайн. Итак, начнем обзор главной карты. Ренессанс Кредит Банк предлагает по главной карте довольно заманчивые условия пользования. Так, карта по умолчанию полностью бесплатная в обслуживании, без каких-либо выполнения условий, что естественно я приветствую. Также по карте предусмотрено бескомиссионное снятие наличных в любых банкоматах. То есть без комиссии можно будет снимать наличные как в банкоматах Ренессанс Кредита, так и в банкоматах других сторонних банков. Также по карте действует полтора процентный кэшбэк баллами на всевозможные повседневные покупки, но есть исключения и о них я расскажу чуть позже. Вдобавок можно рассчитывать до 30% кэшбэка за покупки у партнеров банка. Ну и также держателям карты главная становится доступен к открытию накопительный счет Ренкопилка, по которому будет действовать в первые 3 месяца 9% годовых, а с 4 месяца будет действовать базовая процентная ставка 7% годовых. И это уже больше, чем в том же Тинькофф банке. Но и это еще не все. Можно получить по Ренкопилке в первый месяц 9% годовых, во второй и третий месяц 10% годовых и 8% годовых с 4 месяца, если выполнить одно из условий, а именно совершать покупки по дебетовым и кредитным картам Ренессанс Кредита на сумму от 10 тысяч рублей в месяц, либо за пополнение брокерского счета на сумму от 100 тысяч рублей в месяц. Согласитесь, что условия по карте действительно заманчивы. Давайте пробежимся по основным комиссиям и тарифам карты. Обслуживание, как я и говорил, бесплатное. Но есть, разумеется, смс-информирование, которое стоит 149 рублей в месяц, и это очень дорого. Естественно, я бы рекомендовал отказаться, либо отключить данную опцию, а проверять всю необходимую информацию в мобильном приложении банка. И есть также платная услуга по программе страхования денежных средств клиента, по которым банк ежемесячно списывают 190 рублей. От данной опции можно отказаться еще на моменте получения карты, просто не подписывая договор страхования. Также, если вы решите оспаривать конкретную операцию и подадите запрос на возврат денежных средств, имейте в виду, что такой запрос должен быть обоснованным. Иначе банк может списать с вас комиссию в виде 600 рублей. В остальном все ок и достаточно неплохо. Снятие наличных без комиссии, как в банкоматах сетей Ренессанс Кредит Банка, так и в банкоматах сторонних банков. Оплата на кассы в предприятиях торговли и сервиса происходит без комиссии. Переводы через СБП без комиссии. По карте возможно подключить по заявлению клиента ежемесячные отчеты. Если получать их в электронном виде на контактный email, то данная опция будет бесплатной. А вот если хотите получать отчет по почте, тогда данная услуга будет стоить 50 рублей в месяц. Как я и говорил, по карте главное есть кэшбэк. Полтора процента от суммы покупок на все, кроме некоторых операций. А именно, кэшбэк не будет начислен за снятие наличных, за переводы на другие карты и счета, за погашение кредита, за оплату мобильного счета, оплаты ЖКХ и другие операции, которые вы можете видеть на экране. Также повышенных категорий, увы, по карте нет. Но есть, как и во многих картах, до 30% кэшбэка за покупки у партнеров, коих немало в ренессансе. Кэшбэк начисляется в виде бонусов и конвертируется по курсу 1 бонус равен 1 рублю. Максимальное количество начисляемых бонусов в месяц – 10 тысяч. Например, если вы накопили 100 бонусов и у вас есть покупка на 100 рублей, вы можете компенсировать эту покупку и вам начислиться 100 рублей. Еще бонусами, помимо конвертации, можно воспользоваться при оплате ЖКХ и также можно пополнить мобильную связь. Выходит, что карта главная идеально может дополнить вашу основную карту. К примеру, я на постоянной основе пользуюсь Тинькофф Блэк и по ней есть повышенные категории. И вот в этих повышенных категориях можно расплачиваться картой Тинькофф. А вот в неповышенных категориях проще использовать карту от Ренессанс Критбанка, так как по ней можно получить 1,5% кэшбэка, так как Тинькофф дает на любые покупки всего 1%. Ну и процент по накопительному счету в Ренессанс будет выгодней. Главную карту могут оформить граждане РФ с 18 лет и с постоянной либо временной регистрацией на территории Российской Федерации. Карту можно оформить по ссылке в описании. Подача заявки не займет больше пяти минут. При заполнении заявки нужно будет заполнить свои персональные, паспортные и контактные данные. Затем, спустя некоторое время поступит звонок из банка и сотрудник согласует и назначит доставку карты, что как по мне довольно удобно, нежели идти в отделение банка. Итак, в день доставки с вами свяжется курьер и уже при встрече с курьером будьте внимательны и не торопитесь подписывать все бумаги. Дело в том, что среди пакета документов есть договор на страхование, в котором прописана ежемесячная стоимость в виде 190 рублей в месяц. И естественно, от данной опции можно отказаться, так что смело говорите курьеру, что данная услуга страхования вам не нужна. Стоит также обратить внимание и на сам договор о карте и в пункте о подключении смс-оповещений нужно поставить галочку о том, что подключать смс-уведомления вы не желаете. Если этого не сделать, тогда можно отключить смс-информирование в мобильном приложении банка. На главной странице приложения выбираем нашу карту, далее жмем на кнопку управления и выбираем смс-оповещения. Затем нажимаем на кнопку «Отключить» и вводим код из смс. Главная карта имеет следующие плюсы. Бесплатное обслуживание – это раз. Два – снятие наличных без комиссии в любых банкоматах. Третье – это бесплатные переводы через систему быстрых платежей и в мобильном приложении Renaissance Credit. Четвертое – это 1,5% кэшбэк на все покупки и до 30% у партнеров. Ну и пятое – это высокий процент по накопительному счету. Из минусов – это навязанные платные услуги по типу страхования денежных средств на карт-счете. Ну и еще нет повышенных категорий для начисления кэшбэка. Что ж, главная карта мне в целом понравилась. Я также почитал отзывы о данной карточке от других пользователей. И я понял, что многие пользователи жалуются на страховку. Но, как я и говорил, ее можно отключить. Рекомендую после получения и активации карты позвонить в службу поддержки и уточнить, подключена ли у вас страховка. И если да, ее нужно будет отключить. В остальном, карта очень даже неплохая. А оформить карту можно будет по ссылке в описании. А также я оставлю ссылку на сайт, на котором собраны популярные банковские карты – от дебетовых и кредитных карт до карт-расрочки, где вы можете ознакомиться и оформить понравившуюся карту онлайн. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч!